Всем привет, с вами Юмилия, Госман 3 Кингдэма, какой IQ у НПС в играх? Интересно, как именно он это всё вычислял, выяснял. Давайте чекнем, не забывайте подписываться на инсту, мне будет приятно. Погнали! Никогда не гадали, глядя на НПС, что там у меня в голове? С вами снова Мастер Кэн, и сейчас я обучу вас, как обезвредить преступника на инвалидном кресле. Что? 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 Ну, как бы, вот теперь вы в безопасности. А вы были в опасности? И вот вы узнаете, насколько они умны. Но проблема в том, что мы не можем выкрасть чудилу из игры, посадить его за IQ-тестом и заставить его его пройти. Что ж, дорогой мой, давайте приступим к нам. Стой, 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 стой! Кстати, если вы проходили тест на IQ, напишите свой результат в комментариях. Я пробовала пару раз, но мне не хватало терпения, потому что там нужно было уделить, по-моему, 40 минут или же час на этот тест. А я сидела опять с минутой, думаю, не, нафиг надо потом как-нибудь. И так до сих пор и не прошла. Я приготовил... А, извините. Дура, малолетний. Как же он качественно это делает, просто! Которые будут проходить NPC из моих любимых игр. Если NPC справляется с задачей, то его уровень IQ идет вверх. Но если же нет, то его уровень опускается вниз. Это же уникальнейшая система вычисления IQ у НПС в игру. А, изначально я хотел взять стартовый уровень как ноль. Но, как вы знаете, средний уровень IQ это... 100, 100, это 100, это 100. Поэтому изначально у всех участников будет по 100 IQ. Если они проходят задачу, то получают 10 очков к IQ. Ну, а если проваливают, то мы снимаем у них 10 очков. Их, за что нас ждет. Поэтому, СиДжей, ваш выход. Первое задание я назвал рутина. Мы будем следить за NPC 24 часа игрового времени и посмотрим... Игрового времени? Хорошо, что уточнила, а то я начала волноваться. Он занимается. Если у них будут какие-то развлечения, мы дадим им по 10 очков. Ну, а если же они будут выступать в качестве болванчиков, которые просто существуют, то мы снимем у них 10 очков. Кстати, по поводу этого, мне кажется, что выиграет RDR. Потому что мне рассказывал Руся, что там не игровые персонажи, там даже волки какие-то. У них свой сюжет был, то есть ты за ними наблюдаешь, они там оплакивают своего волка, брата погибшего, так скажем, да? Что-то там у них какие-то действия были, целодвижения. Это так прикольно, то что не игровые персонажи, да даже не персонажи, а просто волки, животные. Что-то там оплакивают, переживают, бегают туда-сюда, воят еще. Пипец. Для этого задания я взял 4 свои любимые игры. Это Red Dead Redemption 2, GTA 5, GTA San Andreas и Hitman 2. Первый наш тест пройдет Red Dead Redemption 2. Первые 24 часа. Погнали! Я последний раз сохранялся в Валентайне, поэтому особо долго не думая, я просто отправился в местный бар. И хаза, почему на мне в душу запал вот этот чудил алкаш? Снова я напиваюсь и говорю вам, что 1 апреля на моем втором канале выйдет кавер на песню Славы Мэрлоу. Я знаю, что это, наверное, не в тему сейчас было, но просто вы пролистнете начало, а тут я вам хотя бы скажу. И прошу вас зайти 1 апреля на второй канал и оценить кавер. Если понравится, поставить лайк, не понравится, поставить дизлайк. А также, если понравится, то распространить между своими друзьями, репостнуть куда-нибудь и, может быть, даже скинуть самому Славе. Тык. Ибо, ну вот что-то в нем есть, посему назовем его Валера. Также я установил фри-камера-мод, чтобы незаметно следить за объектом. Я все-таки решил поспать, чтобы следить за чудилой с раннего утра. Спустя какое-то время я нашел его не в баре, а на стройке. С 7 до 10 наш Валера забивал гвозди. Я, кстати, примерно так и работаю. Вот вам и Валера. Но все же в 11 он решил сделать небольшой перерыв. И побухать. Но все же не забываем, где мы его нашли. Но вскоре выяснилось, что он оказался нормальным работягой. И все-таки отправился обратно работать с 12 до 15.00. Уже на этом этапе я был в шоке. Ибо я думал, МПС типа, ну, выполняют одно действие, которое заскриптовано. И все. Но это Рокстар. Помните только Киберпанк, что там было. На этот раз он взял ведро и начал мыть полы. И вот тут было, я подумал, что Рокстар все-таки, да, поленились. Ибо он каждый раз таскает с собой ведро с места на место. Но, но я изменил свое мнение. Так как на этапе просмотра материала я выяснил, что да, как бы тупо это не было. Но все же, челик вымыл весь пол. Сразу после изнурительной работы он решил сделать еще один перерыв. И отправился в местный бар. Что странно, он заплатил бармену деньги, но бармен ему ничего не налил. И нет, это ни в коем случае не баг. Ибо пришел какой-то чудило со своей бутылкой. И в итоге бармен орал на то, что вали из моего заведения со своим нельзя. Как прикольно, что игра и неигровые персонажи живут своей жизнью. Живо Валеру, ему было до лампочки. Прикольная деталь, кстати. В конце Валера все-таки взял свою монетку обратно. И пошел обратно в свою смену. Короче, Руся сказал, что видел видео давнее, да, на каком-то канале. Про РДРку. И там Челик тоже следил за этим же персонажем, да. И смотрел, что он будет делать на протяжении дня. Вот интересно то, что и Кинг ДМ делает, как бы, просмотр дня этого персонажа. И тут Челик тоже. А ты не помнишь, что за канал там был? Руся не помнит? Если знаете этот канал, его название напишите в комментариях. Интересная довольно-таки вообще тема. Вот вам и Валера, да? Уже успел засветиться на двух ютуб-каналах. Два гвоздя. И устал. Снова. И решил еще разбухнуть, потому что в баре ему не налили. Далее он взял метлу и подметал аж до самого вечера. Вот тут я уже испугался. Думал, игра залагала. Но нет. Каким-то образом у него в руках оказался стакан. Но вскоре он каким-то заклинанием превратил стакан в бутылку. Че? Ты как это сделал? Скорее смена закончилась, и наш Валера отправился в бар со своей бутылкой. Конечно, бармен ему сделал замечание. Но наш Валера его послал. И отправился общаться с местной... А, понятно. И та его отшила! Ахахахаха. Жестко. Жестко. Ну так, че, привешь там, делаешь. С этой не повезло, повезет в будущее. А потом раз и приуныл. Я даю слово, я на... Повезло, что эта стерва исчезла, но я отомчу. Блин, мне его че-то жалко стало. Далее Валера чуток поныл и сел за стол. Когда вы будете думать о том, что у вас очень скучно и неинтересно, и какая-то не очень жизнь, вспомните про Валеру? Он че, сдох? А, не-не-не-не, просто уснул. Просто уснул. В итоге, этот чудило спал аж час реального времени. Ого. А это сколько игрового? За ночь? А почему вы не погнали? Повезло, пойду. Так. Эмм, да. Но в итоге он снова отправился на работу. А я, если что, не забыл свое обещание, поэтому я снова отправился в бар. Серьезно? Вот теперь я спокоен. Это сумасшествие. А кстати, кстати, про нашего Валеру. Если пройти игру на 100%, то он все-таки достроил этот дом. Поэтому Red Dead Redemption получает заслуженно 10 очков. Следующий у нас GTA 5. И тут я тоже не стал особо заморачиваться, я просто решил следовать за первым попавшимся NPC. Увы, камера мод доступна всего на одну минуту, поэтому мы просто будем за ним следовать. Мне кажется, он просто вечно куда-то будет идти. А, нет. Первые 4 часа все шло гладко. Он сначала просто гулял, потом решил передохнуть на лавочке полчаса, а далее снова пошел гулять. И тут, кстати, прикольная тема. МФС в GTA 5 реально ждут зеленый светофор, чтобы пройти дорогу. Круто. Хоть кто-то следует правилам дорожного движения. Но все же, если светофор приходится ждать очень долго, то они такие, а не, у меня нет на это времени. О-о-о, тоже прикольно. Ну, походу, все, да, он просто ходить будет. И, казалось бы, все шло как бы гладко, но ближе к полудню, это чудило резко разворачивается и идет в другую сторону. И из-под тишка начинает подглядывать на меня и увеличивать скорость шага. Да? Ничего себе, я вот про это не знала. Блин, через минуту он начинает орать и убегать. Блин, прикольно. То есть он обнаружил то, что мы за ним следуем. Ну, я долго не думая, решил погнаться за ним. Все-таки может чудило успокоиться и наш эксперимент будет продолжен. Как же далеко он за ним бежал. И главное, сколько времени прошло. Но в итоге этот дурило перешел на трассу и четыре раза попал в аварию. Я решил вывести его из трассы, но все равно никак не мог успокоить. Поэтому я его прижал, чтобы он успокоился. Мне кажется, он сейчас просто упадет и все. Что? Но в итоге он потерял сознание. Важное уточнение, не умер, а потерял сознание. Ну ладно. Я все же чувствую за собой вину, поэтому как нормальный гражданин, я решил вызвать скорую. Если честно, я даже не знала, что можно вызывать скорую в ГТАшке. Ни разу так не делала. Скорая уже в пути. Аллилуйя. Нет, тут я реально про это не знала. Хоть кто-то из вас вообще вызывал в ГТАшке скорую. Что? Серьезно? Спасибо за помощь. В итоге как вы поняли, наш тюгила умер. Но все же я засчитаю ему 10 очков. Ну да, он же обратился. Следующая игра у нас в ГТА Сан Андреас. А я выбрал данного моднявого пацанчика и гулял за ним 4 часа реального времени. Но, к сожалению, он тупо ходит кругами. И ничего интересного вообще не произошло. Увы. Ну игра какого года? Мне кажется, тогда такие моменты не продумывали. Но я должен снять Сан Андреаса 10 очков. И, наконец, у нас Хитман 2. Ой, какой графен красивый. Я решил запустить свою любимую миссию в Хоккайдо и притвориться охранником. Первые 3 часа этот чудилату пообщался о цели и миссии. А если кто не знал, подслушивая МПС, можно открыть побочное задание в Хитмане. Но вскоре он предложил потренить. Поэтому я последовал за ним в зал. Такой беспалевный с этим штрих-кодом. Видишь это? Да. Какой-то никчемный он сейчас мне показался после этих слов. Что такое вообще есть Хитмане. Но это круто. Один из них в итоге предложил мне посоревноваться. На что я согласился. И я его сделал. Круть. Он уже выдохся, да? Но вскоре они снова отправились охранять свои места. И иногда опять же они перекидываются словами. Но все же стоять рядом с ними слишком долго я не смог. Ибо они начинают себя подозревать. Да, конечно, у них не супер айкью. По сравнению с RDR2 они вообще болванчики. Но тренировка была прикольной темой, поэтому плюс 10 очков. И вот такие у нас результаты. Задание номер 2. Брязная работа. На это задание я вдохновился сценой из Джона Уи. Как тебе приходит служба по уборке за трупами? Даже захотелось пересмотреть Джона Уи. И сразу засчитаем плюс 10 кайкил. Как бы все знают, приезжает скорая и хиляют. Ну, это классика. Ну, а что насчет других? Давайте же проверим. Первый у нас на очереди Хитман 2. Я убью одну чудилу и приманю сюда его дружков. Сначала они искали, кто это сделал. Но спустя 20 минут они все же решили убрать труп. Серьезно? И поместили его в мешок для трупов. Но и я решил последовать за NPC, чтобы узнать, куда же он их отнесет. А вот это интересно, кстати. Поношу мусор. Я в шоке. В миссии с лаборатории, оказывается, был морг. И тут даже есть крематорий. Что? Также это сейчас не относится к нашему тесту. Но я тут случайно обнаружил челика, которому нужны следующие органы. Легкие, печень и сердце. А я на... Вот это вообще прикольно. Пошел легкие, печень, но вот находка сердца меня поразила. И прикиньте, тут была пасхалка. Фу. Блин, ты так круто. А я хозак. То, что игры так продумываются. Кстати, кто это чел? Ибо цель миссии была совсем другая. А также я нашел труп вот с таким прикидом мотоциклиста. Кто угадает, на какой фильм эта отсылка, поставлю лайк под коммент. А под... Так, честно, не знаю. Желтый костюм мотоциклиста, самурайский меч, который я нашел неподалеку. И действия разворачиваются в Японии. Мне кажется, я этот фильм не смотрела. Ну что ж, плюс 10 к IQ. Топ. Теперь у нас GTA V. Это, пожалуй, худшие врачи из всех возможных. А приехала скоро. Я думал, как в ГТС они сейчас его просто захиляют. Но их разговор меня сильно удивил. Тока, какой у него диагноз? Думаю, ему звезда. Мне срочно нужна выпивка. Читаешь мои мысли? Чтобы вы понимали, чела никто не убрал. Они просто разбежались. Серьезно? Кин из них вообще решил до меня докопаться. Извините, но минус 10 IQ. Как ты даже не ожидала подобного от GTA V. Пятый. И, конечно же, RDR. Мне прям безумно интересно, какой будет GTA V. И вот RDR это более новая игра от Rockstar. Что было в ней, какие NPS, графенды и прочее. А это, представьте, GTA VI. И она наверняка будет гораздо круче не только GTA V, но и RDR тоже. А может быть их вместе взятых. Блин, я с нетерпением жду GTA VI. R2. А не скрою свой интерес, мне реально интересно. Ибо крайне сомневаюсь, что подъедет карета с мигалками. И вот случилось непредвиденное. Мне настолько было интересно, что я решил найти до своей проверки об этом хоть какую-то инфу. Большинство чудил писали, типа, да, там NPC просто валяются, а потом их грызут хищники, если это происходит в пустыне. Долго не думая, я решил это проверить. Кокнул первым. Ну вот как я говорила, был случай, как там убили волка вроде, да, одного? И целая стая начала как его оплакивать. И что в таком-то было. Кого попавшегося NPC и начал ждать. Ну что в твоей думке, какие-то интересные. Там его кто-то... Покушал. И тут налетели вороны и грифы. Илья... Я не могу показать, как ютуб может... Альна начали хавать NPC. Спустя два часа реального времени, они так неплохо его похавали. Но дальше дело не шло, NPC просто исчезали. Но вдруг на форуме, я наткнулся на челок, который рассказал, что если пристрелить охотников и кинуть их трупы в воду, то в течение четырех часов реального времени, или же 24 дня игрового, NPC разлагаются до скелета. Я потратил на это два дня... Типа реального времени, а точнее... Где в итоге нифига не получилось, но потом все-таки получилось. Повезло, повезло. С реального времени. Я нарушил закон и ждал, пока придут охотники. И знал бы я, что мне предстоят долгие, очень долгие и нудные 54 попытки. Где мне снова и снова приходилось кидать NPC в реку в надежде на успех. Но мои попытки были тщетные. Но все-таки через два дня я решил убить новый экипаж в слоу-мо. А потом закинуть их в реку. И в итоге, поспав 18 часов, я обнаружил, что чел почему-то начал синить. А такого раньше не было. Я решил еще раз поспать 18 часов, и вскоре я его потерял. И на мини-карте его уже не было. Я уже хотел закончить проверку, но вдруг я наткнулся на такое. Офигеть! Это крипово, но и круто одновременно, что так все продумано. Заодно я решил закинуть волков, которых я кокнул. И спустя два игровых дня я обнаружил это. Оооо, жесть! А знаете, что стало с тем челом? Он превратился в скелет. Офигеть! И лошадь, которая тут была, тоже. Поэтому, все-таки, да, 10 очков она заслужила. Если честно, я просто в шоке. Задание номер три. Брат за брат? Я назвал его брат за брата. Я буду устраивать перестрелки с копами или с бандами, но я не буду их убивать, а только раню. И посмотрим, помогут ли ему его в роданной помощи или нет. На этот раз я решил исключить GTA с атакой, увы, но она явно не дотягивает по уровню IQ. Посему, я взял RDR 2, GTA 5, Far Cry 2, потому как я начал играть в неё месяц назад снова, и она офигенная, и Far Cry Primal. Почему же Primal, спросите вы? Потому что они хомо сапиенсы. А хомо сапиенсы, в отличие от дебилов неандертальцев, помогали друг другу. Посему, все другие чудилы померли, а мы живы, потому что мы хомо сапиенсы. Яхаза, по-моему, логично. Первый у нас на проверке RDR 2, а я просто буду стрелять из укрытия, и посмотрим, что будет. Спустя час перестрелки, никто никому не помогает. Они тупо толпой бегут на меня. Я всячески пытался ранее с человеком, рядом с которыми уже были другие чудилы, чтобы они ему помогли. Ну, кстати, я ни разу как-то даже припомнить не могу, чтобы в какой-либо игре НПС друг другу помогали. Не помню даже. Они всё время стреляются с тобой. Клочки на него, они тупо бегут на меня. Увы, увы, но минус 10 очков. Следующий у нас Far Cry 2. Я снова пошёл по знакомому сценарию, и я в шоке. Поначалу они умирали, так как были отряды из трёх человек, из двух. Но! Если вы стреляете в большой отряд, вы сейчас офигеете. НПС либо оттаскивают своих друзей на себе. Либо лечат их на минуту. Это игра 2008 года. Это однозначно плюс 10 очков. Следующая у нас GTA 5. Слава богу, туда я могу включить мод камеру. И вот что интересно. То же самое, как Far Cry 2. Если отряд большой, и вы ранили кого-то, то в тот момент, когда вы перестаёте смотреть в их сторону, то другие... Значит, я не обращала внимания как-то вытаскивать на это. Своим друзьям, оттаскивая их в безопасное место. Класс. Ну, правда, там дымится уже весь бедный. А или это пыль? Плюс 10 очков. И, конечно же, у нас Far Cry Primal. Она не отличается механикой от Far Cry 3 или Far Cry 4. То есть там то же самое, поэтому давайте же проверим. Я сделал то же самое, ранил их в ногу, но чудила просто нападает на меня и орёт. Но друг другу при этом не помогает. Я подумал, ладно, может это племя просто тупое, да, пока не хомо-сапиенсы. Но нет, почему-то другие то же самое, просто нападали. Вот поэтому они и померли. Результаты АйТю оказались вот такими. Местами неожиданно. Я бы даже сказал... А, офицер? Что такое? А, чёрт. Знаете, он так отреагировал? А, чёрт, как будто с ним каждый раз такое происходит каждый день. Но, как обычно, качество видео просто опупительно офигенное. Мне кажется, я вас уже этим задал бал, потому что в каждой реакции на KingDem'е говорю о том, что у него офигенский крутой монтаж. И нереально качественный хромакей. Тема ролика довольно-таки интересная. Мне кажется, что никто её ранее настолько не открывал. Да, были ребята, которые следили за НИПами там в РДР. Но в то же время такие сравнения никто ещё не делал. Тем более, он рассмотрел разные игры по различным критериям. И кроме того, ещё узнал вот пасхалочку как раз-таки в Hitman'е. Это очень круто. И мне кажется, что если вам какая-то игра очень сильно понравилась, то можете тоже так же понаблюдать за НИПами. И это будет топ. Потому что я знаю, что многие ребята прошли какую-либо старую игру и ждут её новую часть или же какое-либо продолжение. А продолжения долгое время нет. И почему бы не просто не перепройти игру, а не попробовать вот так вот тоже посмотреть за НИПами, понаблюдать за ними. И может быть для вас откроется что-то новое. Спасибо за просмотр. Не болейте. Не забудьте про 1 апреля. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok